Добрый день! Вы искали лечение ВИЭТОСУ и статистонии? Отлично! Я врач-фитотерапевт Борис Качко, вас очень хорошо понимаю. Знаете, почему ВСД не относится к болезням? Почему больных ВСД не то, что считают больными, считают симулянты? Руки есть, ноги есть, голова есть, они не хотят работать. Не потому что не хотят, а потому что не могут. Знаете, почему многолика ВСД? Почему она проявляется то страхами, то тревогами, то какой-то агрессией, то какой-то апатией, депрессией. Почему головные боли, головокружение, хватка воздуха? Вот это последнее определение, оно ключевое. Мозг, он имеет определенные сферы влияния на различные органы, на различные системы, в том числе и на ощущение действительности. И вот когда какая-то зона мозга не получает свой кислород, она не может активно работать. И появляются вот эти многолитые признаки ВСД. Пока вы не восстановите снабжение кровью и кислородом этого участка мозга, ничего не изменится. Вы можете 200 лет лечиться у невропатологов, экстрасенсов, мануальных терапевтов, у кого угодно. Пока вы не поймете одно. Если вы не займетесь своей печенью, которая способна восстанавливать кровь и обеспечивать мозг не только питательными веществами, но и кислородом, вы будете находиться в состоянии лечения. Я более 25 лет занимаюсь лечением больных, лечением ВСД в том числе, потому что ВСД это бантик к нарушению работы печени. Нарушенная работа печени всегда проявляется симптомокомплексом ВСД. И лечить ВСД, не трогая печень, это все равно, что открывать двери, окна, проветривать помещение, одевать очки, маски, противогазы, все что угодно, только не потушить костер, который горит в этом помещении. Когда вы потушите костер, когда вы плохая работа печени, измените на хорошая работа печени, кровь станет более жидкой, и ваше ВСД куда-то денется. А до тех пор, любая мельчайшая нагрузка, я не говорю уже о приличной нагрузке, хорошую нагрузку может выдержать только человек с хорошей печенью, в которой печень способна поддерживать кровь в жидком состоянии. Это условие нагрузки. Потому что любая работа, дайте кровь, дайте кислород, дайте питательные вещества. Если вы этого не даете, о чем можно говорить, о какой работе, о какой активности? Ни физической, ни умственной, никакой. Вообще ничего не будет. Вопрос в чем? Пока вы этого не сделаете, у вас такие проблемы будут посещать. Если вам нужно находиться в состоянии, если вам не хватает наград, знаете, сегодня болела голова, завтра будет тошнить, потом мучить, потом будет не хватать воздуха, лечитесь. Лечитесь где хотите. Если вы хотите со всем этим добром распрощаться, уйти от ВСД, от депрессии, от всех этих колебаний настроения, от низкой работоспособности, заодно поднять иммунитет и устранить кучу других проблем со здоровьем, обращайтесь. Лечение по методу доктора Скачко упирается в основу, как говорил Казьма Прутков, взрыв корень. Корень проблем в организме, это плохая работа печени. Улучшаете работу печени, все проблемы отпадают одна за другой, и ВСД в том числе. Если вам нужно действительно лечение велика суиста и дистонии, обращайтесь. Лечение по методу доктора Скачко, оно эффективно, оно помогло не одному человеку, поможет и вам. От вас осталось только одно. Звоните.